приветствую дорогие друзья сегодня мне опять пришла посылка из китая и сейчас я вам покажу в какой упаковке упаковка довольно таки солидная как мы видим сейчас я при вас начну его потрошить вот и вот этим вот тесаком заказал я сумку для фотокамеры зеркальной фирмы лавепра очень классная сумка стоит 1800 рублей стоила через пять дней после того как я заказал цена резко возросла как было думали до скольки правильно до четырех тысяч ну начнем с вот таким тесаком щасе буду стрелать хова хова открываем кстати да но должен сказать что фирма лавепра пользуется у фотографов спросом так как они делают сумки очень хорошего качества насколько хорошего мы вскоре убедимся с вами вот такой мешок еще один мешок вот он вот он момент самый захватывающий ух ты классно вот она сумочка так внимание вот видите даже тут стоит стоит название такая этикетка что это лавепра то есть качественное качественное изделие фирменное видите тут даже швы очень очень качественные такие классные швы здесь полная подробная инструкции по использованию этой сумки простом магазине если вы найдете такую сумку любом нашим российском фотомагазине то она будет стоить не меньше трех с половиной тысяч посмотрим полностью что она из себя представляет так ну начинаем изучать это значит застежка мы и вот так вот открываем смотрим что у нас под ней находится я прямо прямо при вас я впервые сейчас изучаю дни у нас просто она как бы сверху накидывается так не у нас молния должен сказать что молния очень классно очень легко открывается и так же и закрывается легко очень здорово выполнено так у меня чувство что здесь что то есть какой-то потайной карманчик правда здесь такая накидок накидочка это такая это дождевик короче если вдруг дождь пойдет вы можете его накинуть еще у вас ваша фототехника не намокнет я смотрел обзор на youtube этой сумке там говорилось что есть логотип прямо этой фирмы если это он логотип этот логотип то наверное это все таки какой-то обман потому что этот логотип выполнен не очень качественно засовываем его обратно этот дождевик ну здесь чтобы вам было понятно и я скажу сказать в переднем передней части здесь два отсека один и второй разделе подразделяется на три кармашка которые возможно можно уложить какие-то карты флешки здесь все понятно закрываем сбоку находится два сетчатых кармана с этого бука из этого бог который тоже можно что-то уложить да здесь вот под этой так называемой крышкой находится так сказать основной отсек сначала покажу вам на крышке здесь тоже карманчик вот есть такой сама ручка выполнена добротно так качественно за нее видимо она хоть и прошита вот несколько раз здесь чтобы видимо конечно не порвалась ничего но все же заносить лучше на плече я бы не стал за это за эту ручку носить до данной таких классных сумок не видел так открываем самый основной ящик а тут самое интересное ребятки у нас тут находится множество интересных штуковин на липучках так называемой перегородки открепляя которые мы можем регулировать пространство пространство для деталей нашей камеры для объективов для камер для зарядных устройств для аккумуляторов и прочего барахла вот к примеру я могу это заставить достать эти застежки все как видим внутри теперь все пусто видим тоже кармашек интересные такой штучки эти для micro sd карт вы знаете я думал думал что сумка побольше будет если честно но я рад что она вот именно таких размеров так теперь закроем защелку я попробую ремешок прицепить нужно сказать что эти сами крепления из такого массивного конкретного железа выполнен вот так легко клац и застегнуть нужно этот на плече она будет лежать очень хорошо то что она широкая совершенно плечо давить не будут часе себе на плечо и повешу даже вот такая сумка с алиэкспресс фирмы улове про сейчас она уже конечно дороже нормальный сумку мне нравится ну все на этом обзор заканчиваю до новых встреч